Два часа полёта и мы прилетели. Рейс задержали почти на час. Это 40 с лишним минут. Наш самолётик. За пять куков с вероятного фонда едем на такой же руководке. Типа таксист. Здесь в Парако нам наш таксист помог найти апартаменты тоже в центре города. И они очень прикольные. Тут и можно и завтракать, и ужинать. С этой стороны даже едем на океан. Итак, вот это наши апарты здесь. Шкаф. Две большие кровати. И ванная. По мне так получше, чем в Гаване. Посимпатичнее. И не получается даже дешевле. Так, на завтрак у нас фрукты. Манго. Гуаява. Ананас. Кофе. Кукурузный хлеб. Джемики. Тоже из гуаявы. И... О, ещё тостики. Гуаява и манго. Кукурузный хлеб очень сладенький. И прикольно. И также нам ещё готовят яички. Яички подоспели. Ой, тут целый бутерброд. И ещё какао. В общем, боже мой, это просто любовь. Ещё не всё. Сок из гуаявы. Кстати, по поводу гуаявы. Она не нравится тем, что тут косточки. Но так она довольно-таки сладкая. И сок из неё, и джем очень-очень вкусные. Так вот по этой дороге начинается наше восхождение на гору Эльюнки. Это вот она? Да, очень похожа. Мне кажется, не видно. Её, наверное, не видно. Ну, в общем, должно быть красиво. И это единственная причина, почему мы вообще туда идём. Здесь такой прям тропический климат влажный. Как в джунглях, не знаю. Мы вышли к речке Макагуанигуа. Потрогаем её. Ох, прохладненькая такая. Ну, я думаю, освежающая. Пошёл дождь. Из-за того, что дождливая погода, некоторые места пути приходится преодолевать вброд. Её по колено. В принципе, до нас тут шёл какой-то человек. Я думаю, мы на правильном пути. Слово, что не попало в эту батарейку. Мы переходили уже второй раз эту реку вброд. И, казалось бы, при словах... Ой, здесь не очень сильное течение. Меня, я не знаю, я то ли отступилась, то ли ещё что. Меня, короче, понесло вся мокрая. Собой вот взяла палантин. Зато в купальнике. Надеюсь, телефон не умрёт. Да, телефон у меня затопило. Вроде работает. В общем, вот теперь я вся мокрая, скупалась. Я даже не могу сказать, была ли холодная вода. Мне кажется, очень приятная, освежающая. Всё ещё возникает сомнение, стоит ли нам идти. Но... Мы не сдаёмся. Будем идти до последнего. Я не знаю, что я имею в виду. Но... Ой... Пока ещё не сдаёмся. Я не готова после... Этой прогулки. Меня ты так сбодрила, освежила. Что вообще... Готова покорять любые вершины. У меня появилась умная мысль. Не всегда, когда кубинец кричит тебе вслед... Это он... Типа... Кэтфишин там пытается тебя как-то... Там а-ля мамаситы, там что-то задеть. Иногда он говорит... Не стоит туда идти. Река зеленая поднялась. И дорога плохая. А ты уже привыкшь игнорировать всё, что тебе говорят? Идёшь и в итоге... Просто по колено... В оранжевой грязи. Это просто жесть. На самом деле, мне кажется, уже поздно отступать. Мне кажется, мы половину пути прошли, нет? 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 Что? Вот это разочарование дня. Что пережили мы уже столько. Ну и по поводу видов вокруг, в принципе, интересненько. Не, ну правда всё так джунгли прям. Вот эта гора переводится как наковальня. Так уж такое она формы. И я очень сомневаюсь, что мы всё-таки до неё дойдём. У меня уже реально есть некое сожаление, что мы всё-таки пошли. Что это кошмар какой-то. Ну, в смысле, всё равно мы не дойдём до цели. Это, конечно, из разряда есть что вспомнить. Но это жесть. Просто жесть. Мы дошли до чего-то. В итоге мы заплатили по восемь куков и идём к водопаду. А подъём на эту гору, ну я реально сомневаюсь, что это два часа подъём, два часа обратно. Мне кажется, она гораздо выше. Вот, но говорят, что два часа. Но у нас хватит только на водопады. Типа сорок минут туда-сюда. Ну, туда и сорок минут обратно. Так что юнки поэвернидос. Белый пристает. Мы вышли к водопаду, нас ведет человек и его собаки. Сейчас очень сильная река, поэтому ее нельзя перейти, чтобы поплавать, чтобы уже сделали. Вот мы спустились к водопаду. Река, конечно, очень полноводная сейчас, но все равно красиво. После того, как я упала, мне стало очень ссыкотно переходить речки. И сейчас, слава богу, все самые опасные участки у нас позади. Мы возвращаемся назад, уже вечереет. И мы еще не выбрались из этих джунглей. Но самые ужасные участки, они, слава богу, позади. И у меня даже ноги трясутся. То ли от усталости, то ли от того, что мне реально было скромно переходить эту речку. Фух. Скорей бы уже домой, где нас ждет вкусный ужин. Пришло время ужина. Уже подали салат. Там были огурцы, помидоры и капурика. То, что мы ели вчера, жареное молоко. Но здесь она была поприкольнее, как драники. Суп на выбор, и с морепродуктами, и овощной. Но я это не ем. И есть напиток. Канчанчера. Это ром с медом. Я не знаю, надо его размешивать? Наверное, это будет что-то вроде медового ужека, только ром. Ладно, попробую. Даже не знаю. Наверное, нужно распробовать, потому что прям очень чувствуется мед сладкий. И ром чувствуется. Непонятно, нравится это или нет. Ну, к концу ужина, я думаю, мне понравится. Итак, в продолжении нашего ужина креветочки, рыбка, естественно, рис, кокосовое молоко. Ну, собственно, и все. Сейчас будем пробовать. И еще хотел сказать, что это так чудесно, что ты просто вышел из номера в пижамке и все уже. Завершающей ноткой является десерт. Мороженое. Ну, такое, да? Мне кажется, что она домашняя. Домашняя? Да. Ну, а еще я жду лучше в городе мохито. Мне кажется, меня теперь фронтальная камера снимает как-то мутно. Возможно, туда что-то затекло пока, когда я упала в реку. Шикарнейшее, в общем, место. Мне кажется, круче любого отеля взял, мохито, пошел к себе в номер отдыхать. О боже! Они вообще Рома не жалеют. Уф! О май гад! Даже в смысле сбилось. В общем, вот здесь вот мы останавливались в шикарной, в шикарной кассе. Получается, за ночь, ужин, два завтрака и напитки, но по 30 песо с человека. Мне кажется, это очень дешево. Мы поднялись наверх, ближе к Райской пещере. Вот он, Баракова. Вид сверху. На город и Медовый залив. Мы зашли в супермаркет и, казалось бы, тут много чего. И Ромочка. А, да и нет. Это центральный парк. Медовый залив. И главный собор. Катедраль для Нuestра Сеньора де Азуньо. Получается, такая небольшая площадь. Собственно, как и весь городок. Судя по всему, она закрыта и мы сейчас туда не войдем. А вот это школьники. У них такие шорты-юбки. И в зависимости от старшинства классы отличаются по цвету. В Гаване так же было. Вот мальчики в форме. Это от главной площади. Вот она, наша косита. Чудесные, прекрасные. Надеюсь, следующие будут только лучше. Как я говорила, мы билеты покупали заранее. Вот станция Виасуль в Баракова. Она находится прямо на набережной. Виасуль, где мы будем ждать наш автобус. Ты приходишь с броней где-то за час. И тебя меняют уже на нормальные билеты. Твою бронь. Вот. Так что часик до нашего отправления в Сантьяк Гавуа. А пока будем наслаждаться морскими видами. Здесь можно спуститься прямо к скалу. Нужно вечно наблюдать. Автобусы в плане нормальные. Ну, не. Довольно таки комфортабельно. Места хватает. Субтитры сделал DimaTorzok